Всем привет! С вами Повездец! И сегодня будем обсуждать рынок и методы заработка на нём. Раньше на нём можно было подняться относительно быстро и на достаточное количество денег. Сейчас торговля как-то ушла в минус. Значит, ну, метод, наверное, первый. Это фармим металлолом и продаём его. Но нафармить можно 2 800 за неделю. И при всём при этом нужно достаточно много времени потратить, проведя в боях. Если вы этим временем не располагаете, то, соответственно, можно построить вот какую-нибудь подобную машинку. А лучше даже ОМ-ов, чтобы было ещё меньше. То есть, к примеру, убрать кабину, которая там 750 мощи даёт. Да вообще всё поснимать. Поставить раму, колёса, кабину взять. Партизан там или егер обязательно. Обязательно назвать так. Радар для того. И Кавказ. Радар нужен, чтобы Кавказ стрелял у нас с большего расстояния, видел врага. Я выбрал относительно недорогой радар. Синенький, но зато 450 метров. Вполне. Как я делал? Я ставил кликер в мышку. Устанавливал, грубо говоря, кабину. Устанавливал Кавказ. И ставил прицел. У нас же... Нас же выкидывают из боя. Правильно? Правильно. Так вот, для того, чтобы не выкидывало, я в мышку записал в макрос. Макрос включал раз в 10 секунд прицел по правой кнопке мыши. Мы заходим в бой. Машина у нас появляется. Кликер постоянно кликает раз в 10-15 секунд прицел. Ну, грубо говоря, там приближение. И выключает его. Из боя нас не выкидывает. А бои, они идут по кругу. То есть, один раз достаточно нам вступить, и все. Но есть одна проблема. В итоге пришел, прилетел бан. Я сначала выформил весь лом. 2 800. И принялся фармить. Собрал водоговую машинку. Для того, чтобы фармить электронику. Электроника. Провода. Прошу прощения. Проводов удалось нафармить где-то в районе 1000. И после этого прилетел бан. Бан за автоматизацию чего-то там, каких-то действий. Я так и не понял, то ли сама игра как-то определила, то ли игроки пожаловались. Бан дали на сутки. Соответственно, этот метод нужен тем, у кого, во-первых, есть деньги на Кавказ, есть деньги на Радар. Нет особо времени зависать в боях. И он разовый. Грубо говоря, до первого такого подобного бана. И не выгоден опять-таки тем, что мы 2 800 лома в первый день выформили. И всю неделю уже без лома. На этом заработок наш заканчивается. Ну, а с другой стороны, 2 800 лома, это сколько у нас? Сейчас скажу, сколько денег. Если 5,58 мы продаем, сотню. То с 2 800 мы зарабатываем 156 монет с копейками. Но метод такой себе. До первого бана и до капа. Далее. Далее у нас идет производство. Производить выгодно только дрона прихвостя. На данный момент. Заработок с одного дрона, если закупать ресурсы на рынке, все, которые необходимы для крафта, мы зарабатываем 4-5 монет с одной штуки. Крафтится он час. Соответственно, 4-5 монет в час. Но, что-то мне так кажется, что можно и бензина нафармить за это время. Сколько у нас бензина сейчас стоит? Ну да, за час он проще бензина нафармить. Мы можем за победу по 15 топлива получать. Соответственно, нам нужно провести... Нам нужно победить в 7 боях. Там 100 даже с копейками выйдет. За час. В принципе, это реально сделать. Так что данный метод тоже является сомнительным. Потому что 4 монеты в час мы можем и так зарабатывать. Единственное, что... Дронами, опять-таки, при помощи кликера... Кликер за производство... Грубо говоря, если его поставить на производство какой-то вещи... Бан не прилетит. Это именно через бой прилетел. Потом, опять-таки, с кликером... С кликером раньше я барыжил колесами. Колесами белыми. И вот они, колесо малое. Но... Буквально месяца полтора назад... Цена подлетела на них. Не знаю, по какой причине. И все это стало, опять-таки, невыгодно. Так, по большому счету, одно колесо малое. Разбирается на один металлолом. Соответственно, 100 колес разобралось бы у нас на 100 лома. Колеса мне удавалось покупать по 4 монеты. Вот они, запросы. Но сейчас находятся какие-то ненормальные, которые по 12 он покупает. По 4 копейки вот эти... Выгодно покупать. Потому что 100 штук мы накупили. Потратили 4 всего монеты на 100 колес. Разобрали, получили 100 лома. 100 лома у нас продается по цене, сейчас скажу. Так, 6.30 на данный момент. Соответственно, получаю я 5.67. И получается, с покупки 100 колес по 4 монеты, чистая прибыль составит 1 монета, 67 копеек. Самим сидеть запарно делал кликер, который заходил на рынок. Тут вбито было колесо малое. Он там кликал на колесо. Купить. Вбивал количество. Я не размещал на покупку сразу пачку. Покупал по чуть-чуть. Для того, чтобы там не добавляли. Ну вот сейчас, например, 5 монет уже. То есть, в принципе, там 47 копеек в данный момент еще можно заработать с колеса. Но вот выгодно по 4 покупать. Кликер покупал, размещал заказ на это колесо. Шел в мои лоты. Постоянно обновлял страницу. И следил там. Есть здесь какая-то позиция. Значит, наобновить нету. Он выходил детали, колесо, купить. И вот так по кругу гонял. Набирал сотню, грубо говоря. Но он, кликер, знал, сколько размещает. Он считал все это дело. Там в цикл все это заведено было. И когда сотка там набиралась, он шел на склад, находил это колесо, разбирал. И далее по кругу. Если интересно, пишите в комментариях. Я покажу сам текст и саму программу, в которой это все было написано. Могу скинуть листинг, но он для моего разрешения 1920 на 1080. Соответственно, если у вас разрешение другое на мониторе, то надо будет немного подправить код. А именно, надо будет переправить все координаты. Ну, координаты, соответственно, где там что находится, где какие кнопки. Далее, опять-таки, для заработка. Не забываем выполнять ежедневные задания. Их можно выполнять раз в три дня. Вот они вот до сих накопятся. Их надо закрывать, потому что там, чтобы место освободить под следующие. 200 металлолома. Это у нас получается 11 монет на данный момент. Контейнеры. Контейнеры 2 часа в игре. Пусть даже с кликером. Кликер вот сюда может тыкать. Раз там, я не знаю, в 5-10 секунд. Это 5 монет. Золотая лихорадка. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Обманул. Хуже и не 5. Он 2,90. Упал в цене. Ну, 2,61. Нам, грубо говоря, в день дают. Опять-таки. Далее. В ежедневных заданиях там, ну, в данный момент мне выпало 7 боев в миссиях, используя пулемет. Можно один раз обновить, чтобы выпало другое. Бывает, в рейды надо будет ходить. Тратить бензин. В рейдах выгодно. В бой. Если по-быстрому. Это штурм. Но это, к сожалению, сложный штурм. Лучший в легких. Потому что там по штурму это 5-7 боев. Опять-таки надо выиграть. При помощи там пушки. Или еще чего бы то ни было. Штурмы просто очень быстро проходят. Эти 10 вышек, они сносятся буквально очень быстро. А вот если набить 50 ботов, то лучше ходить либо в сопровождении конвоя, буквально за 2 боя можно стрелять, либо в защиту. Ну, в защите там поменьше. Там где-то за бой, ну, 15, наверное, ботов добивается. Для того, чтобы засчитался бот, достаточно в него один раз попасть. Ну, из того оружия, которое там нужно по миссии. Одно попадание, и кто бы его не добил, или вы даже добили, даже из другого, он все равно засчитается. Опять-таки, не забываем, бензин нужно расходовать полностью в рейдах. Потому что у нас 20 бензина, 20 топлива, которые мы никуда деть не можем, кроме как использовать. Это 5 меги минимум. Соответственно, бензораз в сутки дается на 10 боев. Это мы можем 50 меги заработать. И, соответственно, мы можем в день продавать на... Так, стоп. Это же бензин, а я в медь думал, как ну... Так, мы можем продать ее на... 6 монет 35 копеек. Дополнительно. То есть, соответственно, 6.35 с контейнера там, в монетке, 2.5 упадет. Да, плюс еще. Ломом мы навыбиваем достаточно быстро на 11. Уже... Там в районе 20, по ходу дела, нашибали. По поводу рынка. На рынке в данный момент заработать можно только на производстве дронов фракции Степные Волки. Вот он выгоден в производстве, но монетки на 4 с дрона. И на рынке можно заработать на контейнерах. А именно, на контейнеры Старателя. Остальные я еще не смотрел. Вот, в данный момент он стоит 40 монет. Соответственно, его можно купить дешевле. Мне удавалось покупать его за 37 монет. Это было вчера. Вот, а 4 купил тогда, открыл. 2000 там лома с копейками слил. И в итоге ушел в минус. Невыгодно покупать на открытие, но выгодно его перепродавать. Потому что он... В понедельник, вторник у него цена повышается до 55 монет. Соответственно, если мы закупим за... 37 монет, а продадим по 55, то выходит... 50... Ну вот 51 в видео, я точно видел, можно продать. Берем 51 по минимуму. Вычитаем комиссию рынка. Получается 45.90. Но мы-то купили его за 37. Выходит 8 и 9 монет. 8 монет, ну почти 9, да? У нас в плюсе. Если мы купим пачку и пачку продадим, а именно 20 штук. То множим все это на 20 и получаем 178 монет за одну сделку. Но нужно опять-таки 740, чтобы было в кошельке монеток. Для того, чтобы по 37 купить 20 контейнеров. В принципе, мне эта денежка позволяет. Это все в теории по контейнерам. По старателю 20 штук. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если хотите. Я куплю 20 контейнеров. Запишу это на видео. И, соответственно, подожду время там до понедельника, до повышения цен. И запишу видео по продаже этих контейнеров. И посмотрим, сколько мы в итоге реально заработаем. Уже не в теории, а наглядно. В принципе, на лом тоже, по идее, цена-то она падает. Падает она к концу недели. Потому что все фармят металлолом. В итоге она фармливает по 2800. И на этом фарм заканчивается. А неделя еще не закончилась. А лом всегда нужен. И, соответственно, там на рынке цена его начинает возрастать. Но колебания там не столь существенные. И они не перекрывают 10% комиссии. Поэтому ломом, проводами и прочими ресурсами пока что барыжей не получится. Да, и тут еще в голову пришло по поводу колес. То, что там по 4 монеты покупал. Вообще, в принципе, можно открывать рынок. И размещать заказы, скупать белые вещи. Которые дешевле стоимости нашего металлолома. Ну, вот, например, радиаторы орудийные сейчас продаются по 6 копеек. Радиаторы, да, радио. Туда заходим и... Ну, тут по 4 копейки нам вряд ли удастся закупить. Смотрим на радио. Ну, радио тоже не вариант. Ну, хотя заказик можно кинуть. Но, опять-таки, заработок он мизерный по сравнению с затраченным временем. По поводу крафта фиолетовых вещей. К сожалению, невыгодно. Но, при условии, что закупать все полностью на рынке. Там выходит... Сколько у нас крафтится все это дело? Крафтится оно в 6 часов. А заработок в итоге выходит не такой уж и большой. Ну, вот, я на паузе быренькой проглядел весь фиолет, который мы можем производить. Кавказ самый дорогой. 458 монет. Ну, для его крафта нужно прокачать фракцию механиков до 27-го, по-моему, уровня. И степные волки с 8-го, по-моему, доступны. Значит, 458 монет за Кавказ. Нужно 250 лома, 750 проводов, 150 меди. И пошли у нас два защитника, два прихвостня, два колеса броневика поворотных. Почему я считаю, если покупать на рынке, то крафтить уже невыгодно? Да потому что я могу продать эти ресурсы и получить определенное количество денег. Либо их могу потратить на крафт. И зачастую получается, что продать выгоднее, чем потратить на крафт и продать потом вот эту скрафченную вещь. Так, ну, погнали считать нашего Кавказа в производстве. Значит, лома нам надо купить на 13,75 монет. Проводов на 62,25 монет. Меди на 21,15 монет. Пулеметов почти на 100, дронов почти на 100, ну, даже на 100 ровно, и колес на 100. То есть, итого на вещи, на вещи нам нужно потратить 300 монет. Так, теперь считаем 300. Плюс 21 на медь. Плюс 62,25. Это у нас провода. Плюс 13,75. Это лом. Получается 397 монет. Плюс аренда станка. Вот, к сожалению, купил. Я даже не помню за сколько. Вспомнил, ну, вернее, даже посмотрел на ютубе. 100 монет, 5 деталей. Соответственно, на производство одной детали тратится там 20 монет. Это еще плюс 20 нашему ценнику. В итоге производство обойдется в 417. Производство нашего Кавказа. Запомним. 417. И, допустим, продадим мы за 458. Вычитаем нашу комиссию. Мы получаем 412. И вычитаем 417 нашу себестоимость. В итоге мы уходим в минус 4 и 8 монет. Вот и получается, что крафтить фиолет нам, опять-таки, невыгодно. Можно скрафтить, конечно, легендарку. Но по легендаркам самая дорогая у нас идет Мандрагора. И, честно говоря, просчитывал, просчитывал. Та же самая фигня. Что с Кавказом. Невыгодно. Грубо говоря, все вот эти вот ресурсы, которые нужны на ее производство, выгоднее продать, нежели пустить в крафт. Да, с новой фракцией единственная ситуация на рынке должна хоть каким-то образом измениться. Лом точно подорожает. А пока, в данный момент, мы можем только фармить бензин. Фармить медь на продажу. Фармить лом на продажу. И крафтить дронов прихвостней на продажу. Либо перепродавать контейнера старателя. А я понаблюдаю еще где-то пару дней за рынком. За различными там вещами. И попробую вычислить еще, кроме этого контейнера, что можно купить подешевле. А потом продать подороже. И в какое время это делать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Видео по заработку еще будут. Потому что у нас скоро выходит наша новая фракция. И соответственно цена на некоторые вещи на рынке однозначно поменяется. И на этом можно будет заработать. Возможно заработок будет разовый. Но относительно крупный. И по вот этому кликеру, о котором всегда говорю, хотел сказать, готовлюсь написать видео по нему. Будет серия видосиков. По тому, где скачать, как пользоваться. И далее уже углубимся в программирование. Программирование на встроенном в него языке. Ну а куда его применить, уже сами придумайте. И это будет не обязательно красаут. Его можно использовать почти во всех играх. На этом все. Всем удачи. Пока-пока.